Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами канал Броши в Израиле. Меня зовут Шуламид. И сегодня я начну отвечать на ваши многочисленные вопросы. Ну, не думаю, что я на много вопросов отвечу, но, по крайней мере, начну. Но перед тем, как я начну отвечать на вопросы, я хочу немножко сказать о ситуации в Израиле. Для тех, кто в Израиле не живет и, может быть, не осведомлен. Ну, мы все находимся на карантине. Конечно, не все есть люди, которые работают. И у них есть справка, чтобы они могли выйти из дома. И, кроме того, можно выйти в супермаркет, в аптеку, в поликлинику. В общем, если есть что-то неотложное, если есть уважительная причина. В противном случае можно отходить не больше, чем на 100 метров от дома. Если вы будете ходить, где вы хотите, то вас оштрафуют. И сегодня действительно штрафуют. Уже на десятки тысяч шекелей выписаны штрафы. И есть всякие проблемы. Прямо не все люди хотят соблюдать этот карантин. Но я считаю, что мы все должны оставаться по максимуму дома. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Сегодня это призыв, с которым все блогеры обращаются к своим зрителям. Будьте дома. Сидите дома. Не выходите. Если нет, острые необходимости. Потому что и вы не заразитесь, и других не заразите. Это очень важно. И новое, что сегодня начали вдруг рекомендовать, что все должны выходить в масках. Во-первых, потому что вы не знаете, больны ли вы. Очень длинный инкубационный период. И, кроме того, это, видимо, тоже в какой-то степени все-таки вас предохранит. Во-всяком случае, если есть маска, одевайте. Если нет маски, собираются их закупить в большом количестве и раздавать, то чуть ли не на улицах. Как-то слабо я в это верю. Но, во-всяком случае, замотайтесь хотя бы шарфом. Конечно, не один слой ткани должен быть, а несколько слоев. Замотайтесь шарфом и дышите сквозь него. Это лучше, чем ничего. Конечно, если вы находитесь в месте, где абсолютно никого, вы один, наверное, это не так важно. Но если есть люди, попадаются, то это очень важно. Как живу я? Ну, во-первых, мой муж теперь работает из дома. Поэтому, конечно, мне нужно больше готовить и больше продуктов закупать. И продукты я закупаю только онлайн, то есть в интернете. И немножко это стало проблематично. То есть заказать можно, но очень далекие-далекие сроки. Ну, и поэтому ты бегаешь все время к компьютеру или заходишь в телефон, можно оттуда-оттуда. И все время заглядываешь, не появился, где-то окошечко нельзя ли записаться, заказать корзину продуктов. И мне это удается. Я вот получила вчера и на четверг у меня еще в одном магазине. То есть что я не купила в этом, я могу еще докупить в другом. Так что вот такие вот дела. До сих пор мне удается прекрасно закупиться. Поэтому я немножечко товаров в запас закупила. По разу есть возможность, можно добавлять до последнего почти момента в свою корзину покупок. Ну, и я вот запаслась муку, сахар, рис, макароны, что-то там еще. Продукты длительного хранения. Потому что может наступить время, когда еще хуже будет. Поэтому что-то, какие-то базовые продукты я купила. Ну, там не по 100 пачек муки, конечно, но чтобы была запасная пачка от того, от этого и раз этого. Ну, и туалетная бумага, я вижу, она без проблем. Если вообще все есть, в принципе, в магазине. Ну, просто, может быть, не будет той фирмы, что вы любили, и придется взять какой-то другой. Ну, в принципе, все, на сегодня все есть. К нам же все приходит морем в основном. И морем судоходство есть. Суда прибывают, они разгружаются. Ну, значит, пока что связь с внешним миром окончательно не нарушена. И поэтому мы можем жить. И у нас свое сельское хозяйство, свое производство. Так что, в общем-то, мы можем, мы как на острове можем жить, как на необитаемом острове. И мы не пропадем в любом случае. Ну, это все, наверное, обо мне. У нас скоро праздник Песах. Конечно, собирать родственников, как всегда, я не буду. Поэтому уже не надо будет стол такой накрывать. Это, конечно, упростит задачу. Но у нас на Песах, на пасхальные каникулы принято делать большую генеральную уборку. Я обычно люблю делать постепенную уборку. Я не люблю затевать генеральную уборку и целыми днями убирать. Ну, и сейчас у меня как раз такая хорошая возможность. И действительно, мои руки начали добираться до мест, до которых давно не добирались. А вопрос, чтобы я рассказала о любимых фильмах, о любимых книгах. У меня много вопросов. И те, кто мне их задал, будьте спокойны, я доберусь и до вас. Просто более актуально, мне кажется, сегодня разговор о фильмах. Потому что все мы во всем мире сейчас сидим больше дома. И хотим себя чем-то отвлечь, развлечь. И вот один из способов – это посмотреть хороший фильм. Ну, что я посмотрела в последнее время? В последнее время я посмотрела три фильма на злобу дня. Первый фильм, который я посмотрела, называется «Заражение». Он снят в 2011 году. Фильм рассказывает вот буквально о том, что сейчас у нас происходит. То есть, представляете, как предсказали? Очень-очень похоже. Конечно, там гораздо более жестоко, чем сейчас у нас, на мой взгляд. Но фильм интересный. Я его, в общем, нормально посмотрела. Там играют очень хорошие актеры, известные. И вот этот фильм я могу рекомендовать. Если кто-то не видел фильм «Заражение», посмотрите. Второй фильм, который я посмотрела на заданную тему – это фильм «Эпидемия». Фильм 1998 года. То есть, фильму больше 20 лет, а я его не видела. Упустила, видимо. Но мне подсказали, я его посмотрела. И, вы знаете, неплохо смотрится. Можно тоже посмотреть. В главной роли там играет актер Дастин Хоффман, которого я очень люблю. И фильм, он, конечно, такой немножко черно-белый. Он не черно-белый, он цветной. Но я имею в виду, что там добро и зло явно видно. И есть злодей, и есть герой. Но, тем не менее, фильм хорошо смотрится. Как говорят, сегодня хорошо зашел. Поэтому я советую, если кто не видел, попробуйте посмотреть. Ну и третий фильм, который тоже на злобу дня, можно сказать, это фильм, который называется «28 дней спустя». И вот этот фильм, не знаю, рекомендовать ли его. Он мне не то, что он неинтересный уж совсем. Я не хочу рассказывать содержание. Но тоже фильм, тоже апокалипсис, можно сказать. И второй раз вот этот фильм я в жизнь не буду смотреть. И сейчас мне сказали, что вышел еще один фильм, который называется «28 недель спустя». И вот этот фильм вроде бы даже лучше. Он якобы некое продолжение вот этого фильма, который я посмотрела. Но, извините, с меня хватит. Я с фильмами на эту тему, я думаю, закончила. Уж не знаю, что меня могут заставить еще посмотреть на эту тему. Хватит. Я считаю, что в такие дни, как сейчас, чтобы не было депрессии, чтобы не было плохого настроения, нужно смотреть комедии, хорошие фильмы, интересные фильмы, добротные фильмы, отвлекаться просто. Какие фильмы я люблю? Я вот тут себе просто набросала, перед тем, как начать снимать, то, что мне вспомнилось. Это с тем же Дастином Хоффманом. Конечно, я очень люблю этого актера. Я смотрела, наверное, все его фильмы «Тутси», «Крамер против Крамера», «Человек дождя». Очень мне понравился в свое время. Я считаю, что это фильм, который, если вы не видели, я думаю, что его все видели. Но если нет, посмотрите «Человек дождя» с Томом Крузом. Не только Хоффман, но и Том Круз там играет. Очень хорошо играют, я считаю. Но очень фильм, который я советую. «Форест Гамп» с Томом Хэнксом. И «Кастэвэй». «Кастэвэй» – это недавно я узнала, что, оказывается, это «Изгой» по-русски. Там тоже играет Том Хэнкс, и мне тоже понравился этот фильм. И еще фильм «Бегство из Шоушенка». Если кто-то не видел «Бегство из Шоушенка», то посмотрите, тоже фильм, который... Есть еще много хороших фильмов, которые я вспомнила, но некоторые из них просто тяжелые фильмы. Например, «Танцующая в темноте», «Зеленая миля». Я не думаю, что сегодня стоит такие фильмы смотреть. Может быть, и нет. Но если не видели и все-таки хотите, это хорошие фильмы. В общем, я люблю хорошие, добротные, часто это американские фильмы. Это первое. Я люблю семейные фильмы и, конечно, комедии. Еще могу посоветовать «День сурка», если вы не видели. Вот это хороший очень фильм. И семейные фильмы. Вот я вспомнила «Бетховен». Тоже это не новые фильмы, но почему не посмотреть. «Бетховен» и «Дорогая я уменьшил детей». Это фактически, можно сказать, даже комедия. И, конечно, «Мистер Бин» полнометражный фильм, так и его маленькие фильмики. Бина одно время мы так увлекались, что буквально каждый день смотрели. Есть еще одна очень интересная комедия, которую, если вы не видели, очень советую. Это французская кинокомедия. Называется «Бобро пожаловаться». Не «Добро пожаловать», а «Бобро пожаловаться». Я люблю научную фантастику, не фэнтези. Фэнтези, фильмы фэнтези я называю так – нигде и никогда. То есть это нигде не было и никогда это не было. И это происходит где-то в неведомом пространстве и происходит в каком-то неведомом времени. Я пыталась смотреть «Звездные войны». Это тоже нигде, непонятно где, непонятно когда. Начало какое-то посмотрела, но просто так же точно я не могла посмотреть «Властелин колец». Хотя книгу я прочитала не всю, не одну книгу, а все книги. Но по-настоящему мне понравилась только первая часть «Хоббиты». Фильм смотреть не смогла, вот не смогла. Люблю научно-фантастические фильмы. Вот такой фильм, например, как «Матрица» с Киану Ривзом я посмотрела с удовольствием. Или «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо я тоже посмотрела с удовольствием. Я смотрела все сериалы «Звездного пути» вместе с моими детьми. Мои дети росли на сериале «Стартрек» «Нью Дженерейшн», то есть «Звездный путь. Новое поколение». Не первый оригинальный сериал «Звездный путь» с Капитаном Кирком. Он слишком устаревший был даже тогда, даже в 90-е годы. Но вот мои дети и я, и мой муж, мы все смотрели, мы все любим научную фантастику. И вот мы вместе посмотрели в свое время этот сериал с главным героем Капитаном Пикардом. И его играет Патрик Стюарт. Сейчас, кстати, сняли продолжение. Очень не советую, невозможно смотреть со стареньким Пикардом. Не потому, что он старенький, потому что сериал длинной. Даже сравнение какое не идет. А тот сериал мы смотрели не только с удовольствием. Герои этого сериала буквально стали членами нашей семьи в то время. Если уж говорить о сериалах, отношения у меня неоднозначные. Были периоды, когда я сериалы любила. Были, когда нет. Я очень любила сериал «Секс в большом городе». Я любила сериал «Как ни странно вам будет, клан Сопрано». «Клан Сопрано» – это сериал о мафии американский. Я не то, что люблю фильмы о мафии, в общем-то, не очень-то. И остальные даже сравниться не могут с этим фильмом. То есть не то, что он самый хороший, но мне он зашел. То есть мне «Клан Сопрано» я его пересматривала. Кроме того, я очень люблю сериал «Доктор Хаус». Кроме того, мне очень нравится сериал «Менталист». Если кто-то не видел, посмотрите. «Аббатство Даунтон». Это один из лучших сериалов мира, считается. Это английский сериал. Там, по-моему, всего 15 частей. И если кто-то не видел «Аббатство Даунтон», очень хороший сериал. Действительно, получите удовольствие. Действительно, насладитесь этим очень хорошо снятым. И прекрасной игрой актеров. И содержание интересное. Вы с удовольствием его посмотрите. Как видите, я человек довольно простой. Ничего сверхзаумного я не люблю. Когда-то любила, сейчас гораздо меньше. Для меня сегодня кинематограф – это развлечение и отвлечение. Больше ничего. Последнее, о чём я хочу сказать, я очень люблю советские фильмы. Именно советские фильмы. Но не любые, конечно, хорошие. И особенно советские комедии. При той тотальной цензуре, которая существовала в то время, умудряясь снимать такие хорошие комедии. «Джентльмены удачи», «Служебный роман» и так далее. Вы сами не хуже меня знаете. Спросите меня, смотрю ли я российские фильмы. Нет. Я пыталась смотреть российские фильмы. Но мне не нравится. На мой взгляд, фильмы стали хуже, чем когда-то. Мне реалии российской жизни уже не знакомы. И я вот на это смотрю, как на людей чуть ли не с другой планеты. Потому что все эти годы я не смотрела российское телевидение практически. Поэтому я живу реалиями израильской жизни. Ну, тут вы меня спросите, а израильские фильмы ты любишь? Ну, смотря что. Вот могу назвать вам сериал, который мне очень понравился. Действительно, огромное удовольствие. Эта комедия называется «Рамзор». «Рамзор» – это светофор. Автор идеи Адир Миллер. Он стендапист. Он же играл там главную роль. И он помог поставить такие же сериалы в России. И светофор, и в Америке. Но там это привязано к реалиям той жизни в тех странах. Поэтому, если вы живете в России, вам, наверное, интереснее посмотреть светофор. А мне, безусловно, интереснее посмотреть «Рамзор». Ну, и если порекомендовать вам израильский фильм неожиданный, то я вам порекомендую фильм, который мне очень понравился в свое время. Фильм называется «Влюбленный Алекс». Фильм повествует об Израиле где-то 50-х, если я не ошибаюсь, годов. Вы увидите, как тогда жили в Израиле люди. «Влюбленный Алекс». Я думаю, что достаточно наболтала я на сегодня. Так что дальше продолжу в следующий раз. Будьте все здоровы и берегите себя. И, конечно, не забудьте лайки и дизлайки, подписки. И в конце я сейчас буду готовить и поставлю вам, что я приготовила на обед. Задавайте вопросы и до новых встреч! Меня просили показывать, что я готовлю дома. Вот я сготовила плов, на этот раз с курицей. Продолжение следует...